А уже в следующем году в Крае начнется детская вакцинация от ковида. В Минздраве сегодня заявили, заказали около 20 тысяч доз вакцины «Спутник М», но вопросов много. Сегодня в теме разбиралась моя коллега Анна Московских, она в студии. Аня, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, что же такое «Спутник М» и чем он отличается от привычного уже «Спутника Ви». Добрый вечер, Марина. Да, «Спутник М» — это младший брат, можно сказать, «Спутника Ви». Даже сама буква «М» в названии означает «маленький». Итак, давайте познакомимся с этим препаратом. Итак, это, по сути, хорошо знакомый «Спутник Ви», но в пять раз слабее. Его разработчиком также является Центр эпидемиологии имени Гамалеи. Он предназначен для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Стоит из двух доз, их ставят с промежутком. В 21 день Краевой Минздрав действительно подтвердил, что заказал 20 тысяч доз. И уже в начале следующего года начнется вакцинация. Сейчас в школах проходит опрос родителей, кто готов поставить ребенку прививку от коронавирусной инфекции. Вот что говорят родители. Дочь учится в шестом классе. Вчера из школы она принесла бумагу, в которой нужно выразить согласие или отказ от прививки от коронавирусной инфекции. Я подписала отказ, потому что у дочери аллергия. Я буду консультироваться с аллергологом и потом уже принимать решение. Конечно, вопросов у родителей много и это понятно. Их мы зададим врачу-иммунологу, инфекционисту высшей категории Александру Борисову. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Наверное, многих родителей волнует, какие будут побочные эффекты у препарата «Спутник М». Все-таки некоторые взрослые очень остро реагировали. А что со «Спутником М»? Чего ожидать родителям? Каких побочек? Ну, во-первых, «Спутником» в пять раз меньше по дозе. Поэтому мы ожидаем те же реакции, как местные, в месте введения вакцины, так и общие. Большинство из нас с вами уже сталкивались. Поэтому они обычно возникают на первый-второй день и в течение двух-трех дней быстро проходят. Без каких-либо осложнений. Спасибо большое. И, может быть, коротко скажете, какие являются противопоказания? Сейчас очень много детей с бронхиальной астмой, сахарной диабетом, опять же, аллергией. Когда нужно воздержаться от приливки? Ну, учитывая то, что вакцина это, хотя ново-старая, поэтому вот те категории детей, которые вы назвали, более скрупулезно надо относиться к введению этой группы детей вакцины. И в какой-то момент, наверное, в течение полугода, наверное, надо будет воздержаться. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Мы обратимся к статистике по заболеваниям детей. Сейчас в Красноярском крае 2000 детей болеют коронавирусом. Большинство из них амбулаторно. 56 детей находятся в стационарах, один из них на ИВЛ. А уже 5 детей в возрасте от 7 месяцев до 17 лет, к сожалению, скончались. Статистика не самая радужная. И мы сегодня спросили у красноярцев, что они думают о вакцинации детей. Я думаю, скорее да. Почему? Ну, я сам привид, жена привид. Мы все прививки ставим, мы как-то спокойно к этому относимся. Может быть, после беседы с врачом, если мне убедительно скажут, что у ребенка не будет осложнений, я поставлю прививку. Пока не анализировали, почитаем отзывы, подумаем, время есть. Если нужно будет, то, конечно. И несколько слов о мировой практике. Израиль, где еще в июне начали прививать 12-летних детей, готовится распространить практику на 4-летних. Дальше всех пошел Китай, там уже прививают 3-леток. Массовая вакцинация подрастающего поколения проходит и в Европе. Например, в Дании и Испании уже привито около 60% подростков. И планируется начать прививать детей в возрасте от 5 лет. Как видим, по пути вакцинации уже пошли многие страны. Все-таки у детей круг общения более широкий. И очень важно оградить их от коронавируса всеми возможными способами. Марина. Аня, самый последний короткий вопрос. Я знаю, что ты сама мама. Скажи, пожалуйста, своего ребенка ты бы привила от коронавируса? Марина, знаешь, он еще очень маленький. Но я думаю, что когда появится вакцина для таких малышей, мы ее сделаем, мы ее поставим. Потому что я болела коронавирусом и не хочу, чтобы ребенок это испытал. Продолжение следует...